Уважаемые друзья, мы с вами смотрим одну из битв пандемийного года между Дином Леженем и Магнусом Карлсоном. 2020 год, множество партий в Ческоме, больше делать-то, как говорится, нечего. И шахматисты экспериментируют. Это видно уже по третьему ходу чемпиона мира. Он играет аж пять. Ну, конечно, с одной стороны баловство, с другой стороны, наверное, будет неправильно относиться к этому исключительно так. Все-таки какая-то стратегическая идея здесь есть. Расширяется зона для действия ладьи. Пешка где-то может подойти поближе и зацепить, возможно, рокировку. По крайней мере, судя по всему, именно так подумал Дин Леженем и заранее сыграл H3. Ну, как-то всерьез комментировать это мне трудно. Наверное, надо сказать, что рокировка выглядела как-то естественнее за белых. И тут они переходят уже к более нормальной, так сказать, в кавычках, игре. То есть они играют уже как-то по общепринятым законам. И Е6 и Ц3 это о борьбе за центр. Развитие. Возникает довольно стандартная пешечная структура. И после Д4 ЦД не менее стандартная такая жертва пешки за развитие, за инициативу. В общем, вполне себе все осмысленно. Особенно, наверное, с учетом того, что черные как-то подослабили свой королевский фланг. Что вряд ли они будут надежно рокированы в эту сторону. У белых, конечно, заметный период развития. Но, с другой стороны, каких-то реальных возможностей быстро развить атаку так тоже не чувствуется. Но именно это пытается обозначить Карлсон. Достаточно спокойным, последовательным ходом ФС7. Как бы в борьбе за нашу ключевую пешку. Ее отдавать никак пока нельзя. Поэтому сыграно ладья Е1. Ну, а черному надо развиваться. В этом смысле ход Б6, конечно, абсолютно понятен. То есть, если сейчас удастся сделать длинную рокировку, то просто будет лишняя здоровая пешка. Поэтому Дину надо действовать. Действует он очень четко, очень, скажем так, творчески. Он играет в этой позиции конем на Ж5. И после хода Солом Б7, играя Ферзь Ф3, старается максимально быстро пристать к пешке Ф7. Можно, конечно, пытаться защитить ее ходом Конь Д8. И, может быть, это и есть такой самый надежный путь. Но Карлсон принимает здесь вызов. Он играет здесь Конь Б7. Соглашается вставать под связку. Но считает, что после хода Солом Д6 у него все в порядке. И самое интересное, что он, оказывается, прав. Что ход Ладья Б7, который здесь делает длиннажей, не ведет к выигрышу. Но, правда, для того, чтобы это понять, нужно было сделать невероятную, казалось бы, короткую рокировку. Довольно сложное решение. Но, как это ни странно, оказывается, что после короткой рокировки жизнь была бы еще вполне у черных приемлема. То есть там потом какие-то сложные варианты. Они показывают, что черный где-то держится там. Но, видимо, чисто психологически, конечно, чисто психологически сделать хоть короткую рокировку было трудно. Но, повторяю, делаю короткую рокировку и потом с взятием на Е5. Все у черных в порядке. Компьютер в результате сложнейших вариантов ставит им оценку нули. Но была принята эта жертва. И вот тогда позиция его становится совершенно безнадежной. То есть чувство опасности подвело. Или искусство защиты подвело. Потому что, конечно, рокировку было делать уже строго обязательно. Король Д8. Белый подключает слона, не играет слона Т3. Сейчас Ладья пойдет на Д1. Розетка Коня Е6. В общем, здесь уже позиция становится сразу незащитима. Ну, для, особенно интернет-шахмат, очень типичная ситуация. Когда, что называется, многое заканчивается таким вот нокаутом своеобразным шахматным. И ход слон Ф8 действительно красивое перекрытие. Теперь начинает угрожать мат. Ну, вот это уже оформление. Оформление, очень красивое оформление. Ну, и Карлсон мог бы, конечно, и раньше признать свое поражение. Сделал это сейчас. Убедительная, симпатичная победа, конечно. Но все-таки видно, что это легкий жанр, что это не классик. И поэтому, конечно, относиться очень уж серьезно к этим партиям, я думаю, не следует.